привет друзья сегодня поговорим о периодизации в очередной раз немножечко затронем эту тему иду на бассейн поваляться пока можете присылать свои вопросы потом поотвечаю на них почему в очередной раз хочется говорить о периодизации потому что слышим постоянно до сих пор от блогеров от тренеров а сейчас каждый хочет стать тренером блогером и это неплохо плохо когда распространяется всякая ересь люди говорят о том что периодизация не работает но по сути даже не понимая что такое периодизация говорю откровенно неважно кто бы вам не говорил любой из блогеров тренеров что периодизация не работает это не тренер не блогер это дебил потому что любой мировой спорт прогресс вообще любая жизнедеятельность успешная строится на периодизации спросите вашего тренера что такое периодизация и и практически каждый скажет что это понижение интенсивности другими словами легкая тяжелая и средняя тренировка это в очередной раз скажет что он полный профан в тренинге вообще ничего не понимает не разбирается периодизация друзья это не понижение интенсивности иногда периодизация это даже повышение интенсивности периодизация это смена режима тренинга режима воздействия на организм на весь организм не только на мышечную систему ведь когда вы тренируете окислительные мышечные волокна организм реагирует определенным образом когда вы тренируете другой тип мышечных волокон вы знаете их у нас три окислительные гликолитические промежуточные и каждый раз организм реагирует по-своему для чего это нужно и необходимо и нужно для того чтобы не перегружать системы нашего организма и в первую очередь центральную нервную систему перегружая центральную нервную систему вы перегружаете все остальные системы организма перегружая эндокринную систему перегружая системы организма отвечающие за иммунитет мы вредим себе постоянный однотипный режим и неважно физически эмоциональный духовный если хотите он будет негативно воздействовать на организм в целом но меняя режим нагрузки мы не утомляем центральную нервную систему при этом можем работать чаще нагружая одну мышечную группу это не просто замечательный необходимый и нужный инструмент вашей жизни периодизация это есть как раз таки то волшебная палочка которая поможет вам постоянно прогрессировать в первую очередь периодизация важна для тех кто тренируется натурально именно для них в первую очередь повторяю важно периодизация если шредер говорит что периодизация не работает послушайте что он говорит о периодизации вы поймете что он тоже не понимает что это такое одно время шредер говорил что и тренинг на окислительные мышечные волокна не работает но потом он поменял свое мнение неважно шредер спаса пукотский дан кто бы что не говорил друзья о периодизации в негативном ключе неважно какого уровня человек достиг в развитии это все равно говорит о том что он не понимает что такое периодизация ну что сейчас подождите секундочку я разденусь залезу в бассейн и буду отвечать на ваши вопросы не отключайтесь вот Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, но я буду держать телефон близко к себе, поэтому вы должны меня хорошо слышать. Не разворачиваю к себе камеру, просто чтобы вам было интереснее, приятнее смотреть на картинку, чем на мою рожу, небритую, бородатую, очень близко. Итак, ищем, появились ли у вас вопросы. Не стесняйтесь, присылайте вопросы, будем на них отвечать. Расскажите, пожалуйста, принцип периодизации. Столько роликов не смотрю, было непонятно. А потому что, друзья, в одном ролике невозможно рассказать о всех тренировках с периодизационными циклами. Кто хочет более четко понимать, как это происходит, конечно, проще вступить в мою закрытую группу. Она платная, но один раз оплатив членство, вы постоянно, постоянно получаете с каждой неделей программу тренировок, как раз-таки основанную на принципе периодизации. Вы будете получать тренировки, не нужно вникать в процесс, изучать все, тренировать все типы мышечных волокон, эгалитические и окислительные, промежуточные. И при этом тренировать все эти три типа мышечных волокон на силу, на выносливость и на массу. На каждый из этих принципов есть несколько видов тренинга. Изучите мою статью «Периодизация». Для тех, кто хочет на примере, к примеру, мышечной группы такой, как спина, там в статье моей на сайте hmgym.ru есть статья «Спина от А до Я», где я на примере мышц спины целиком и полностью расписываю один виток периодизации, основанный как раз-таки на различии мышечных волокон. Найдите, изучите, и вам станет более понятно. Экстензии с отведением гантелей. Начала. Гантелей в начале каждой тренировки. Можно делать? Да, действительно, можете делать экстензии с отведением гантелей в стороны на каждой тренировке, но все-таки экстензии у нас четыре вида, и лучше, если вы будете чередовать эти типы экстензий от тренировки к тренировке. Это будет более продуктивно, более полезно, и как раз-таки подходит под принцип периодизации, который мы с вами сегодня и обсуждали в начале этого ролика. О, Габи пришла. Девочка работает у нас в зале, готовится к выступлениям на Европе. Габи! Габи! О, в наушниках не слышит. Ну ладно. Как-нибудь вас с ней познакомлю. Хорошая девочка, была полной. Я видел ее фотографии, чисто только за счет питания. Так хорошо похудела, сейчас тренируется, соблюдает диету, можно так сказать, правильные принципы питания, за что ей большой-большой респект. Еще один вопрос. Наступила четвертая фаза, начался сильный жор. Что с этим делать? Как будто желудок пустой. Друзья, к этому нужно готовиться. У меня есть и видео, и статьи, и скоро еще выйдет ролик по всем четырем фазам в отдельности и в общем по этой теме. Очень важно, хороший вопрос, очень важно готовиться к этому. Нужно понимать, что есть хочет мозг и различными ухищрениями обманывать его. Нужно понимать, что четвертая фаза это та фаза, от которой зависят все те три недели, которые ей предшествовали. Ведь вы тяжело работали, следили за своим питанием. И если вы грамотно переживете четвертую фазу, у вас будет шаг вперед, наступит видимый прогресс. И внешний, и внутренний. Вы будете себя лучше чувствовать. У вас уйдет подкожный жир, увеличится мышечная масса. А если вы, девчонки, будете срываться на четвертой фазе, то вы будете перечеркивать все то полезное, что вы до этого наработали. Очень простые правила, как можно избегать жора. Почитайте статью тоже на сайте, и вам станет очень все ясно и понятно. А здесь у меня, кстати, есть фотографии с постами о каждой фазе. Можете посмотреть. Я буквально вчера, позавчера выложил на каждую фазу отдельно. Первые два ролика посмотрела. Очень полезно. Спасибо большое. У меня есть целый ролик уже об этом. И есть статья. Лучше всего изучите, почитайте, потому что информация, которую вы читаете, она лучше доходит, лучше запоминается, потому что, особенно если вы будете читать вслух, вы сможете очень хорошо подключать несколько факторов запоминания. через зрительное восприятие, через то, что вы будете проговаривать и сами слышать то, что говорите. Больше шансов к запоминанию. А потом можете посмотреть уже ролик отдельно, потом еще раз почитать. Лично я стараюсь работать всегда в таком режиме, если мне нужно изучить какую-либо информацию. Я больше ее запоминаю, больше воспринимаю через чтение, нежели чем через видео. Именно поэтому, кстати, я больше люблю читать книги, нежели смотреть фильмы. Кто читал книги перед тем, как посмотреть фильм или наоборот, убеждается всегда, что книга более развернута, более красочно, больше информации, информации, вообще больше действий, чем в фильме. Еще один вопрос. Егор, если на каждой тренировке в начале приседать со штангой для выброса гормонов, то это не повредит тренингу? Спасибо за ответ. Друзья, но зачем приседать именно? Ведь есть масса других гормоновыбрасывающих упражнений. Хотя есть такой принцип тренинга, когда вы приседаете на каждой тренировке. Я уже рассказывал о нем и рассказывал, как это делать. Но лично я считаю, что лучше чередовать различные упражнения, гормоновыбрасывающие, в начале. Опять-таки, с точки зрения переутомления, с точки зрения периодизации, это будет гораздо эффективнее, на мой взгляд, чем если вы будете на каждой тренировке делать приседания. Хотя, можно и приседать, но тоже по принципу периодизации, меняя степень воздействия на мышцы, на мышечное волокно. Покажите, пожалуйста, можно тренироваться при при тигаментит собственной связке надколенника. Друзья, тренироваться нужно всегда, но если у вас какие-то проблемы, вы должны понимать, что ваши тренировки в первую очередь должны нести восстанавливающие реабилитационные цели. То есть, вы должны заниматься лечебной физкультурой. В принципе, в каждом городе есть врач, где-то более опытный, где-то менее опытный. Я рекомендую найти хорошего спортивного врача. Это можно сделать сейчас, в принципе, в каждом городе есть какая-нибудь команда, пусть кай и не очень профессиональная, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, неважно. Через знакомых свяжитесь с доктором, который ведет эту команду. И он вам подскажет, как грамотно, как правильно реабилитироваться. Егор, спасибо, тебе очень грамотно рассказываешь и показываешь. Спасибо, друзья, стараюсь благодаря вам, потому что вы присылаете грамотные вопросы. Действительно ли присед или становая с нормальным весом так опасны с точки зрения появления геморроя? Как о них говорят? Или это только стереотипы? Это не только стереотипы, это бред, это мифы, это ересь. Придуманы эти стереотипы, мифы жирными жопами, которые не хотят приседать и тренерами, которые не хотят вас обучать приседаниям и становым тягам. Ведь гораздо проще посадить вас в тренажер. На самом деле от сидячей работы появляется геморрой гораздо быстрее, чем если вы будете приседать. Не важно с каким весом вы приседаете. Что реально в приседаниях или в становых тягах или в любом другом упражнении может повлиять на то, что у вас будут проблемы в виде геморроя? Это если вы задерживаете дыхание, если вы тужитесь, постоянно работаете в отказ, а это совершенно не нужно, опасно и нелепо. Вы знаете, я уже не раз рассказывал о том, что отказы убивают силу. Так вот, когда вы тужитесь, задерживаете дыхание, у вас появляются такие проблемы. И причем эти проблемы могут быть связаны и вылазить не только в виде геморроя. Это нехорошо сказывается на давлении, на варикозном расширении вен, на всех системах организмов. Поэтому, друзья, если хотите оставаться здоровыми, всегда придерживайтесь здоровых принципов тренинга. И у вас никогда не будет проблем. нет приседаний, нет становых тяг. Так что, база, помните, это наше все. Лучше сделать одно, два максимум за тренировку базовых упражнений, чем сделать десять изолированных. поверьте, особенно, если вы натурал. На человеке, который использует фармакологию, конечно, действуют и работают и изолированные упражнения. Только по той простой причине, что гормональный фон у него и так уже завышен, искусственно завышен. А натуралам необходимо повышать свой гормональный фон, следить за временем тренинга, чтобы он не превышал пятьдесят минут. Но это я говорю именно о силовой части тренинга. Естественно, он будет гораздо больше весь объем, когда вы затратите минут пятнадцать на подготовку, на разминку, минут тридцать-двадцать пять у вас уйдет на заминку, легкую дозированную растяжку. Нужно все это четко понимать и следовать. Тогда у вас не будет ни геморроя, ни других каких-либо проблем, связанных с неправильным тренингом. Точно так же миф о том, что приседания и становые тяги увеличивают талию. Талию, друзья, увеличивают только обжорство. Если мы жрем, как свиньи, то и мы будем выглядеть как свиньи. Это нужно понимать. Повторяю, фитнес-индустрия современная заинтересована только получение денег, в минимальных возможностях того, чтобы вы травмировались, в минимальных возможностях и в минимальных затратах времени на вас. А как вы думаете, в очередной раз повторяю, что проще для инструктора, для фитнес-зала обучить вас приседать, становые тяги, постоянно контролировать, следить за этим или посадить в тренажер и чтобы вы там дергались. И неважно, будете вы получать от этого результат или нет. Даже хорошо, что вы не будете получать результат, потому что вам больше и легче можно впаривать персонализацию. Конечно, мы все хотим верить и думать в то, что мы с вами индивидуальны. Но поверьте, индивидуализм наш с вами заключается только в том, что для каждого тренирующегося нам необходимо подбирать свой план питания. Тренировочные принципы для всех одинаковы и физическая нагрузка действует на всех одинаково. Другое дело, что гормональный фон диктует нам насколько и как далеко мы можем продвинуться в прогрессии набора массы, силовых показателей. Но все, что можно достичь, достигается определенным планом, который работает абсолютно на всех. Вы говорили, что йога и силовые тренировки несовместимы, а растяжка на шпагат тоже нежелательна. Хочу сесть на шпагат, а он подразумевает выворот шейки бедра. Друзья, когда я тренировал шпагат, мне было 16 лет, я познакомился с парнем, которому было уже за 40, он сидел в шикарном шпагате поперечном между стульями, и он как раз таки говорил, что тренировка на ноги, силовая и растяжка совместно очень хорошо работают. Это действительно так, но нужно уметь, нужно понимать, как растягиваться. когда я говорю о вреде йоги или ее несовместимости с силовыми тренировками, я подразумеваю тот бред, который сейчас преподносится за йогу, когда выворачиваются суставы совершенно неподобающим образом, когда растягиваются эти суставы, которые потом приводят к нестабильности сустава. Нужно понимать, в первую очередь йога это работа мозга расслабления через ваше ментальное расслабление мышц. Йог настоящий утверждает, что он может просто расслабившись ментально принять любую позу. То же касается и шпагата. Естественно, мы с вами не достигли такого духовного развития и нам с вами необходимо выполнять определенные упражнения на растяжку. Но не забывайте, что лучшее время для растяжки это вечер. Потому что вся спортивная медицина в последнее время говорит лучшее время для растяжки это 10-12 часов после того, как вы проснулись. Но это как раз таки и получается вечернее время. Используйте его со всей прибылью всевозможной для вашего организма здоровья. Снимайте крепатуру, улучшайте свой сон, будете легче расслабляться, уменьшать риск получения травмы связанной с растяжением, разрывом. Все, друзья, как говорится, делается через голову. И нужно понимать, что вы растянуться, нам нужно удерживать каждую позицию около 30-40 секунд. Если это делать меньше, то эффект растяжки очень-очень медленный и в принципе его тяжело получить. После тяжелой тренировки на ноги у меня начинают сильно пульсировать десна и появляется чувствительность зубов на несколько часов. Не могу понять, что это зубами никогда проблем не было. Ну, скорее всего, вы тоже задерживаете дыхание, тужитесь, у вас повышается внутричерепное давление и начинают чесаться десна. Иногда у меня такое тоже бывает, но если вы будете следить за своим дыханием, не работать в отказ в этих упражнениях, не будете задерживать дыхание и тужиться, то это все должно пройти и не вызывать у вас больше беспокойства. Друзья, присылайте вопросы, потому что если не будет вопросов, то на сегодня мы с вами тогда попрощаемся и я спокойненько с чистой совестью продолжу расслабляться в бассейне, потому что последние две недели выпали очень тяжелые, у меня чуть ли не каждый день хоккей, а еще нужно тренироваться, чувствую усталость и вот пытаюсь приводить организм в боевое состояние. На самом деле это не очень хорошо, нужно, я вас всегда учу, соответствовать, соотносить нагрузку с вашими восстановительными способностями. ну ладно друзья, буду тогда заканчивать, будем прощаться, если у вас есть вопросы, пишите их в стационарных постах, лучше всего это делать в комментариях на моем YouTube канале, я все эти вопросы там вижу, не пропускаю и отвечаю. Всем пока, увидимся, а нет, вот еще пришел один вопросик, правда ли, что от тренировок слюна начинает минерализироваться? У меня начали появляться камни на зубах, убираю камни, чувствую, что опять начинают появляться. Нет, это связано не с тренировками, не со слюной, это связано в первую очередь, как я на себе убедился, с водой, которую мы пьем и на которой готовим нашу пищу, потому что у меня никогда, когда я жил в России, не было потемнения зубной эмали. Как переехал в Штаты, я устал бороться с этой проблемой и, как понимаю, это практически невозможно, пока я продолжаю пить эту воду. В общем, все это связано с внешними факторами. Ваша книга для девушек вышла на продажу. Девчонки, книга женская в печатном варианте появится не скоро, в конце года, скорее всего. В марте-апреле выйдет печатный вариант книги для мужчин, но она будет полезна и для девчонок тоже. Готовит ее издательство. Одно российское, очень крупная книга будет иметь очень шикарный шикарное оформление в твердом переплете, качественная бумага будет очень дорогой, ее имеет смысл приобрести, дарить друзьям, близким, своему инструктору, к примеру. А женский вариант книги можно пока приобрести у меня в ворде за 25 долларов, если кому не терпится. Мужская книга, которая выйдет в ближайшее время в печатном варианте, будет дополнена многими материалами, в отличие от того электронного варианта, который вышел ранее. Так что, друзья, не пропустите книги и приобретите ту, что уже есть. Нужно ли стоять в планке и как часто это надо делать? Но я рекомендую планку делать по утрам после вакуума. Каждый день можете увеличивать время стояния в планке. Если во время вакуума появляются боли, слабые в животе, в районе желудка, это не нормально? Да, это не нормально, этого не должно быть, значит у вас какие-то проблемы, они должны пройти. Естественно, при условии, что вы выполняете вакуум на пустой желудок. Лучше всего это делать по утрам, после того, как вы сходили в туалет. По-маленькому, по-большому и до еды соответственно. Ну ладно, друзья, на этом действительно заканчиваю сегодняшний эфир. Спасибо всем, кто смотрел, спасибо за ваши вопросы. Увидимся в следующий раз. Всем пока! Пока!